Нынешний политический скандал оказался настоящим подарком для прессы в самом начале так называемого сезона солёных огурцов, когда журналистам в отсутствии свежих событий приходится пользоваться старыми запасами. Впрочем, и началось это всё сейчас, собственно, опять с разоблачения в газете, превратившись потом в крупнейший за последние несколько лет скандал, от которого ждут продолжения с новыми разоблачениями. Впрочем, уже большим прогрессом, как подчеркнул сегодня и президент Ильвис, можно считать то, что реформисты не стали ничего скрывать и оперативно провели публичное расследование, наказав в итоге виновного. Но выводы из этой грязной истории с подделкой голосов предстоит сделать всем политикам и всем партиям, так как если не будет доверия к результатам выборов, то вся система демократии слетит с рельсов. Хотя, как особо отметил глава страны, ни в коем случае нельзя приравнивать общегосударственные выборы к голосованию во внутрипартийной системе. Вы знаете, что такое эффект бабочки? Вполне вероятно, что проблемы начнут следовать как снежный ком, который в результате накроет всех нас. Они касаются не только партии реформ, и все главы партии это понимают. Наши партии превратились в подобие сект, зациклив их на своих позициях, исключающих любые альтернативы. От властей, неважно, государственного или муниципального уровня, мы слышим только самовосхваление и видим отсутствие всякой самокритики. Я прошу вас сделать все необходимые извинения, чтобы наша демократия смогла выйти живой из этой кризисной ситуации. Исключенная из партии реформ за махинации с голосами избирателей Кристина Ойлон таким образом пополнила ряды беспартийных евродепутатов от нашей страны. Теперь их четверо, что пока служит лишь предметом для шуток среди европейских коллег. Однако сам факт вскрытия подобных делишек наносит удар по всей демократической системе, к чему весьма трепетно относятся во всех странах Европы. В общем-то, всех парламентов, и в Германии, и в Англии, и в Европе парламенты в том числе, в общем-то же, очень аллергично относятся к возможным обманам, махинациям на выборах. Потому что вся легитимизация в наших, так сказать, существованиях, это ведь легитимность выборов, не кое-что иное. Именно голос конкретного человека, да? Да, 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 именно. Так что, в общем-то, стреляли себе в ногу, посмотрим, что дальше будет. Столь серьезный удар по ведущей коалиционной партии, с одной стороны, ослабляет позиции и их партнера, Союза Отечественной Республики. И без того, в последние годы, заметно теряющего поддержку избирателей. Для нас все-таки важно, что реформисты быстро реагировали на проблему, начали ее решать. Другой вопрос, что в системе внутрипартийного устройства следует сделать такие изменения, установить однозначные правила честной игры, чтобы люди окончательно не отвернулись от политики вообще, разочаровавшись в партиях. Об этой опасности напомнил и президент Ильвес, приведя пример из времен Первой Эстонской Республики, когда доверие к партиям в 30-е годы упало настолько, что парламент был распущен и в стране установилось полудиктаторское правление. И хотя время сейчас иное, по оценке лидера Центриской партии, помочь избежать окончательного падения легитимности властей, могла бы отмена на грядущих муниципальных выборах электронного голосования, как скомпрометировавшего себя. Технически это вполне возможно, только это зависит от политического настроения наших уважаемых руководителей и партии, и здесь эскадры ОРГ. По-моему, они не готовы на это. Но мне кажется, что осенью не так уж много людей, которые будут участвовать на этих выборах. Вы с сегодняшней встречи с президентом довольны или могло бы быть что-то все-таки еще? Вполне довольны, потому что, на мой взгляд, самое главное, что президент бы сказал свое мнение, бы сказал свою точку зрения, не сидел просто на месте и мальцал. Политические оппоненты реформистов и большинство наблюдателей, несомненно, сейчас жаждут продолжения скандальных разоблачений и новых жертв. Хотя сама правящая партия, похоже, больше всего желает доказать, что речь шла исключительно лишь о единичном инциденте, и теперь демократии как таковой больше ничего в нашей стране не угрожает. Впрочем, окончательные точки над «и» предстоит расставить, скорее всего, избирателям уже 20 октября. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...